Дорогие друзья, здравствуйте! Многие из вас уже знают, что у меня появилось другое ружье на замену МР-155. И я вам обещал, что в феврале покажу, что я приобрел и расскажу историю приобретения. Также, кто смотрел неделю назад, где я рассказывал, что стало с МР-155 после 5000 выстрелов, я также говорил, что через неделю, то есть сегодня, расскажу, что я приобрел. Но сначала я расскажу, друзья, почему я приобрел другое ружье. Это, друзья, Бинелли Рафаэлла Спешл. Вот здесь вот лежит в коробочке, но в этом позже. Как я его приобрел? Всю осень, как я и рассказывал, МР-155 меня сильно напрягала. Она не хотела стрелять вообще никаким образом. Я ее пилил, допиливал. Но я знал, что Бинелли Рафаэлла, мне очень нравится Бинелли Рафаэлла ружье, но Бинелли Рафаэлла стоит 100 тысяч плюс. То есть такой ценник, это бэушная, бэушная, новая 200 плюс. Я был не готов отдавать такие деньги. И тут где-то, наверное, в середине октября в группе в WhatsApp полигона номер один продавцы магазина Охот Актив предложили вот это ружье за 70 тысяч рублей. То есть вот этот кейс с содержимым внутри, они предложили за 70 тысяч рублей. Я сразу же звоню в Охот Актив, говорю, ребят, так и так, что случилось? Вы же обещали мне позвонить, когда что-то будет интересное. Но хотя до этого они мне много раз предлагали до 100 тысяч, там, за 90, 100. И я такой, ну, дорого, ребят, дорого. Нет у меня денег, меня МР-ка устраивает, как бы не готов. А тут вышло так, что МР-ка меня уже сильно замучила. И мне хотелось другое ружье. И тут так совпало, что оно еще дешевле, чем я рассчитывал. Я был даже готов взять Бенелли М1 за 100, там, 120, там, они новые стоят. А тут, получается, Рафаэлла за 70. Так, друзья, смотрите, какая комплектация была за 70. Это вот кейс. Ну, как бы кейс особо-то мне и не нужен был бы, да? Но есть и есть, ради бога. Давайте открываем. Там священный Грааль. Открываем кейс. То есть, тоже изрядно потасканный. Такое вот замечательное ружье мы наблюдаем. А в комплекте в этом кейсе с этим замечательным ружьем Бенелли Рафаэлла Спешл. То есть, Спешл это специальная. Вообще, это линейка ружей Бенелли Рафаэлла 121, 123 и вот Спешл. То есть, она отличается тем, что у нее ствол 70 сантиметров. И вот такая вот блестящая ствольная коробка без нанесения всякого рода. То есть, здесь можно что хочешь нанести. И патроник уже 76 миллиметров. То есть, все, что меня устраивало. Теперь давайте про комплектацию. Что в этом кейсе было? Собственно, само ружье. Два вот таких стандартных удлинения. То есть, сразу же ствол удлиняется на 5. То есть, вкручиваешь его, у тебя ствол практически 75 сантиметров. Один цилиндр. Ой, один чок полный. Второй 0,25 чока. Также, естественно, стандартных. От цилиндра до полного чока стандартные дульные сужения. И было, друзья, в комплекте еще два устройства Kix. То есть, я уже не помню, какие они там были. Но они были тоже что-то в районе 0,25 и к цилиндру ближе. То есть, два таких устройства. Но проблема была в том, что они были крио-чоки. А у Bineli до 2010 года или 2008 года сверловка была здесь вот под мобилчок. То есть, это получается мобилчок. У нас немножко, скажем так, трубки, потом только резьба. А у тех же, наоборот, резьба и трубка. То есть, они сюда не входили. Получается, в комплекте мне досталось уже кейс. Два удлинителя стандартных, которые по 1000 рублей точно можно отдать. И еще два Kix, которые были проданы вообще легко по 6000 рублей. И, собственно, сам кейс. То есть, это ружье, по сути, мне обошлось, если все продать, все, я так... Это ружье, по сути, вот обошлось 70 минус вот эти допы. То есть, остаточная стоимость примерно 50. Где можно взять Bineli за 50 тысяч рублей, друзья? Я не знаю. Я не знаю, почему никто в Новосибирске не отреагировал на то, когда ребята с Охот Актива написали в группу полигона номер один. Честно, я в шоке. Я поехал, сразу же оставил задаток и начал оформлять это ружье. Я уже, кстати, вкрутил сюда. У меня вот Anaconda Midrange. Приобрел я у моих друзей. Также, если вам надо какое-то дульное устройство, либо хотите увидеть обзор, как стреляют те или иные устройства на разных ружьях. То есть, у меня тут все смазки, все нормально. То есть, я по технологии закручиваю. То есть, там все, кстати, на канале Чук-чук. Вы можете это все посмотреть и увидеть, как это он делает. В итоге я что сделал? Продал те киксы и приобрел Anaconda Midrange и Anaconda Longrange. То есть, это для дальних выстрелов. То есть, такая вот замечательная вторая насадка. Я их уже отстрелял, но об этом расскажу маленечко позже. Также в комплекте был ключ для смены дульных устройств. Теперь, в итоге, вот этот мешочек, ключ и дополнительное дульное устройство я вожу всегда с собой. Собственно, кейс можно уже убрать. Мне он особо не нужен. Benelli Raffaello Special. Специальная. То есть, как я говорил, под 70-й ствол. Ствол 70 сантиметров. 76-й патронник. А, и ремешок вот этот, кстати, тоже был в комплекте. То есть, мне не пришлось не докупать ничего. То есть, ружье вот оно. Все красивое. Когда я приехал сразу же в Охотактив на Писарева, посмотрел, ствол в идеальном состоянии. Вот. Потертости только вот чуть-чуть. Чуть-чуть вот здесь вот. Как вот, если снять это устройство, и когда в чехол одеваешь, вот с одной стороны причем только маленечко потертость. К примеру, за год на МР-ке ствол у меня вот как выширкался. Я вам вставлю вставку даже. То есть, это ружье таскалось меньше, чем вот моя МР-ка за последний год. По дереву вообще замечаний нет. Оно все как новенькое, идеальное. Давайте я сниму ремень, чтобы он нам не мешался. Кстати, я уже остановил антабки быстро съем. Но я об этом позже. Все доработки я позже расскажу, что я сделал. Вот. Из косичков на этом ружье имеется только на крышке ствольной коробки вот здесь вот маленечко ржавчинки, точечки такие. Но которые меня нисколько не смутили. Я подумал, пустяк. За 70 тысяч рублей такое ружье нельзя упускать. К тому же были еще дульные устройства, которые я продал и обменял на те, которые надо мне. Собственно, давайте теперь я шпаргалку такую сделал. Вот смотрите. Бенели Рафаэлла Спешл. Что такое? В семействе Рафаэлла первого поколения были модели 121. Это черная матовая коробка полностью. 123. Черная матовая коробка, а боковые пластины были с фотогравировкой. Вот здесь вот. И Спешл. Эта коробка покрыта никелем. То есть вот что мы, собственно, и видели. Еще была Спешл Лусса. Коробка никелирована с фотогравировкой. И Блэк Игл. И ограниченной серии Люкс. Но это маленько уже то. Вот в итоге. Это, по сути, семейство Рафаэлла 121-123. Только вот без гравировки, без чернения. Патроник 76 мм. И 70 см ствол. Ну, а давайте, друзья, будем разбирать это ружье. Я покажу, что внутри и расскажу, что я с ним делал. Разбирается, как все обычные ружья семейства. Ну, собственно, все полуавтоматы. Разбираем. Так же снимаем ружье цевьё. Вот ствол. Ствол снимается с коробкой. То есть его довольно-таки туго еще снимать. То есть реально износ вообще у деталей минимальный. Ствол в отличнейшем состоянии. То есть единственное, что тут маленько как осечки ржавчинка есть. Не знаю, видите, нет. Ствол вообще идеальный. Что снутри, что снаружи. То есть прям состояние персик. Новый ствол. Вот, собственно. Снимаем затвор. Давайте УСМ снимем сразу же тоже. Собственно, первое, что я сделал, когда пришел в магазин. Посмотрел на ствол внутри, снаружи. Снаружи осмотрел все полностью. Посмотрел на зеркало с затвора. По моим ощущениям, настрел не более 3-4 тысяч. Для Бинелли это небольшой настрел. Снимаем УСМ. Собственно, вот ружье. Когда я принялся его домой, все разобрал, что я, собственно, сделал. То есть у меня у друга Бинелли Рафаэла Элегант. Собственно, год назад я на него снимал обзор и думал, как же себе я хочу такой ружье Бинелли. Сразу же приехал к Андрюхе. Мы с ним разобрали полностью весь УСМ. Убрали все люфты. Все зазорчики. Все отполировали, разобрали затвор. Там все отполировали, все сделали. То есть тоже хвостовик не болтается. Все четенько, красиво. То есть Андрюха, как владелец Бинелли Рафаэла, правда, следующего поколения оценил. Сказал, что все нормально, стрелять будет на стрел небольшой. Большой, огромный плюс вообще то, что здесь от УСМ он полностью на железной, скажем так, раме. То есть если взять УМР, там все пластик. Тут все железное, все нормальное, все хорошее. Прям круто. Также с трудом была выкручена трубка магазина. Тоже там газовыми ключами, чем только не делали. В итоге выкрутилась трубка только вот отсюда. То есть я так понимаю, ее ни разу никто не снимал. Каким образом был увеличен магазин? То есть тут большой косяк этого ружья. То, что нельзя поставить удлинитель магазина. Тут как бы можно отпилить, что-то там нарезать резьбу. Но это сложно. Самое простое, что можно сделать, это подрезать стандартную пружину внутреннюю под нужный размер. И поставить колпачок вот здесь, этот УМР-155 или УМР-153 подходит идеально. Я так сделал, но у меня последний патрон не выходил как надо. В итоге я поставил пружину с УМР-155. Прям вот со своей снял. И все у меня четко стало вылетать. Последний, четвертый патрон, 76-й, стал вылетать без проблем. То есть эту проблему я решил. А также снял приклад. Снял приклад. Здесь возвратная пружина находится вот здесь. Вот она вот так вот идет. Вот тоже кое-как разобрал, почистил. Все. Но у меня досылает все, проблем нет. Усиливать ее не стал. Оставил стандартную, но теперь все разборное. Разобрать было очень сложно. С Мишей в гараже грели. Там, не знаю, газовыми ключами. Как тянули. Страшно было испортить новое ружье, которое еще не... Ну как, для меня новое. Это Бинели, друзья. Я всегда хотел Бинели. Даже когда я два года назад снимал ролик про УМР-155, что стало после 4000 выставов, я и говорил, что если менять, то только на Бинели. Так вот, друзья, собственно, я поменял на Бинели. Собственно, разобрал, почистил, смазал пружину возвратную. И все, и ружье стреляет. Ружье стреляет. Вы уже видели с ним трофеи. Но, собственно, все эти манипуляции я проделал, поставил. Антабки быстросъемные, потому что я к ним уже привык, и без них я отказываюсь охотиться. То есть, в скоротке удобно снял и пошел. Но меня сильно смущала, друзья, открытая планка. Для многих, кстати, проблема понять, что такое стрелять с открытой планкой. Вот я всем как объясняю. Это вот, допустим, когда стреляешь с закрытой планкой, как с МРК, то есть ты навелся на цель и видишь только мушку, планку не видишь. А с открытой планкой – это когда на сколько-то планка еще открывается, и потом мушка сверху. Вот, собственно, с этого ружья нужно стрелять с закрытой планкой. Вот, собственно, колечки, как вы видите. Давайте, кстати, соберем ружье, и я уже расскажу дальше то, как я его пристреливал и настраивал. Вот такое вот красивое, элегантное, легенькое, прикладистое. Собственно, что такое открытая планка? Это когда мы, допустим, целимся, вот сейчас вы планку не видите. А вот так вот, когда вы, допустим, оттуда смотрите, видите, планка открылась. Вот так вот с открытой планкой я вот вижу, когда стреляю. То есть, получается, ствол маленько вверх задрытый. Вот сейчас вот я вижу прямая планка у меня, да, а вот сейчас вот открытая, закрытая, открытая. То есть, получается вверх. Вот, собственно, особенность. И меня это сильно очень напрягало, и я пока ждал, пока ждал руху, я, собственно, все эти манипуляции по доводке сделал. Все нормально, все красиво. И сразу же поехал в поля. Первое, что я сделал, ну, мне к этому времени уже как раз-таки приехали, спасибо Стасу из канала Чок-Чок, приехали дульные устройства. И я отстреливал стандартные цилиндры 0,25 чока, потом вот этот, анаконда mid-range, анаконда long-range. Остреливал двумя видами патронами. Это своими 38 грамм дроби на 2 грамма крахмала на Сунаре и пятерка Азот Сибирь. Собственно, сначала, естественно, я проверил, перезаряжает у меня все со всех положений. Оно перезарядилось, снимать я это не стал, потому что не до этого, друзья, было. Мне нужно было все проверить. Сначала на 10 метров с закрытой планкой стрелил, понял, насколько кони же идет. Потом начал открывать, понял, насколько надо открывать, чтобы на 10 метров все приходило в центр. И потом прострелял на кучность дистанции 10, 15, 20, 35, 55 и 75 метров. В итоге мне больше всего понравилось именно дульное устройство анаконда long-range. Это не реклама, друзья. Я просто рассказываю, как именно у меня все это происходило. В итоге из 99 дробин номер 1 в 38 граммах с крахмалом, с 2 граммами крахмала, у меня получается на 35 метрах прилетело что-то в районе 60 дробин из 99, понимаете, это 60%. У long-range прилетело что-то там вообще космическое, под 80. Ну, это прям сильно кучно. Но потом, когда я отходил дальше, получилось так, что мне понравилась осыпь именно с mid-range, то есть она шире. И на коротке, на 10 метрах, она получилась шире. И со стандартными устройствами я сравнивал. То есть стандартные, ой, жалко-то как. Стандартные устройства мне маленько не понравились, потому что они как-то, как сказать, не сильно ровная осыпь была. То есть там где-то больше, там сгущение, то там сгущение. На коротке сильно кучно, на дистанции уже слишком широко. То есть вот именно long-range она меня прям устроила полностью. И я понял, насколько надо открывать планку. В комплекте проставок не было. То есть мне нужно было ствол поднять вверх. Проставок нужных у меня не было. И в итоге на 3D принтере пришлось сделать вот такую проставку. Сейчас мне все удобно. Вот на вскидку я вскидываюсь. Я добыл уже с этим ружьем двух зайцев. Оба были добыты с первого выстрела. Также одного рябчика в лед. Не помню, ли первым или вторым его добыл. И двух тетеревов. Вы тоже эти видео уже видели. То есть получается, маленько я с ним уже поохотился с этим ружьем. И как бы все нормально. Все нормально. Охочусь, все устраивает. Также сильно, ну как же не сильно, но были вопросы по тому, что ствол 70 сантиметров. Насколько резкий он будет. Хватит ли мне резкости. И так вот, друзья, я сейчас ставлю видео, как на полигоне номер один. Я брал вот это ружье свое одними и теми же патронами. И сравнивал, как стреляет Atta Neo 12. По сути, ружье той же конструкции. Ну, собственно, оно полностью срисовано с этого ружья. Но со стволом 76 миллиметров. В руках вот Aminelli Raffaello Special ствол 70 сантиметров и Atta Neo 12 ствол 76. Ну, видите разницу? 400 сантиметра. На моем ружье стоит насадка патронмастера Anaconda Midrange. То есть 2 сантиметра. И сейчас мы сравним скорость. Будем стрелять через мой хрон. Будем стрелять стандартными патронами. Это у нас Азот, Азот, там, Сибирь, семерка без контейнера. Но это, собственно, и не важно. Просто проверим, как это все дело работает. Сравним скорость. 400, 403. Стабильная скорость. Практически как будто бы сам занимался релодом. Вот, Atta Neo 12. Нормально, я достану. Не, достану. Достану. О, ты. Насколько пружина возвратная мягче, чем на Ginelli. Провод на двадцатке застыл. Миш, нормально, не... Стой. Все. Так же стреляем два раза. 406. 401. Ну, друзья, разницы в длине ствола на скорости на современных порохах нет. А теперь продолжим эту тему. Так же стреляем с моей Ginelli Raffaella гусиным патроном, с которым я стрелял с CMR-ки. Там скоростя тоже были в районе 395-405. Вот такие, по-моему, были скоростя. 76-я гильза. 384. 398. Ну, те же самые скоростя на тех же самых патронах. Скорость ствол короче на 5 сантиметров. То есть ролик большой не играет. И так вот, друзья, для тех, кто смотрит давно мой канал, у меня есть замечательная новость, что вы можете приобрести в магазинах Охот Актив вот подобный костюм Рементон. Кстати, многие у меня спрашивали, как он на морозе. Вот сейчас на улице примерно 20-23. Мне все комфортно. У меня получается там и тройка внизу, есть такой еще один, да, костюмчик. И штаны, скажем так, да, ватные. Но они легкие и мягкие, как бы удобные. И любые другие там товары, будь то боеприпасы, оружие, одежда, лыжи, для рыбалки снасти. Все это можно приобрести со скидкой. Для этого надо на почту, в описании, не в ВКонтакте, не в Инстаграм, нигде. Именно на почту пишите, что надо скидка в Охот Актив. В ответ получаете штрих-код, который предъявляете на кассе. И по нему действует скидка. Суммы скидки и виды товаров вы узнаете на кассе. Не у меня точно. Поэтому пишите на почту, получайте скидку и пользуйтесь. Ну, собственно, друзья, вы сами все видели. Скоростя одинаковые. Кучность меня устраивает. Ну, что еще надо? Все отлично. Кстати, если вы находитесь в Новосибирске, не знаете, где пострелять, я именно для вас оставлю номер телефона, полигона номер один. Звоните Александру, договаривайтесь и стреляйте в удобное время. Скажете, что вы от Александра Дружинина получите еще скидку. Также в тот день я пострелял на стенде, тоже на полигоне номер один. Тоже вот я с ним уже... То есть я взял это ружье, выехал в поля, пострелял по мишеням, доработки все эти сделал, сразу же на охоту поездил. Все активно вот так вот было, Новый год там и так далее. И уже после новогодних праздников поехал на полигон номер один. Замерил, кстати, скорость и пострелял по тарелкам. Вы сейчас посмотрите эти кадры. Дай! Какую? Вверх? Давай, встречную. Дай! Дай! Давай, встречную. Дай! Я был настолько приятно удивлен, что ружье, которое я просто взял в руки, и оно сразу у меня ложится, оно легкое, разворотистое, прикладистое, плюс это Бинелли, то есть мне нравится бренд Бинелли, и вот она у меня в руках, и я очень-очень счастлив. Но, друзья, сидит у меня в голове такая вот история. Но ведь и с МР-ки же я стрелял без проблем. Вот. И вот давайте, друзья, возьмем МР-ку в руки. И, друзья, цевьё толстое, баланс на левую руку. И оно, вот я сейчас даже когда вскладываюсь, и получается у меня планка не то, что закрытая, я её не вижу. Получается, я 6 лет с ним отохотился, и оно мне не было прикладистое, понимаете, в чём дело. То есть я даже, я как, это у меня первое ружьё ещё с тех времён, когда я особо не был таким, скажем так, понимающим чуть-чуть в этом всём деле. И я как бы, ну да, я и сейчас могу, да, вот хоп, маленечко щёку, если не вдавливать, и ружьё ниже вставить. То есть, в принципе, можно стрелять, но когда ты щёку расплющиваешь, всё, планка закрытая. И получается, я это ружьё, ну, Бинелли, там подогнал сразу, то есть у меня уже был опыт, я сразу подогнал его как надо, и оно всё стреляет. А когда я беру старое ружьё, с которым я уже отохотился 6 лет, и, друзья, и оно у меня в руках чужое. Оно менее приятное, оно менее элегантное, баланс неправильный. Но это просто, я не знаю, это когда вот ездишь на... у меня была 4-ка, я ездил на 4-ке, и она меня устраивала. А потом появилась Королла 120-я, и это разная машина. То есть, у меня так же же пересел, особой разницы не почувствовал. Ну, круто, всё, ништяк, ну, Королла и Королла. А потом, когда сел опять в 4-ку, я понял, что это маленько... далеко не то. То же самое, друзья, с ружьями. Когда у меня была МР-155, я с ней стрелял, охотился и добывал разные трофеи, меня устраивало абсолютно всё. Через мои руки прошло много ружей. Я делал им обзоры, тесты. Вы всё это сами видели. Но я их брал на... грубо говоря, взял там, пострелял 20 раз и отдал. То есть, в руках у меня было ружьё час. И я к нему не привыкал. А когда я с вот этим ружьём походил... несколько охот, пронёс его на руках, не знаю, там, сотню километров за все охоты, да? И просто я его сразу, когда взял после МР-ки, ну, ружьё и ружьё сразу. Ну, как бы, ну да, Бинелли прикольно. Но когда я походил с ним и взял МР-ку в руки, я понял, что это разные вещи, друзья. То есть, вот такая вот история, такой вот мой опыт. И если это ружьё будет стрелять, будет надёжным, по кучности и резкости оно меня уже устраивает. По бренду, по внешнему виду оно меня устраивает. По вкладке, то есть, я думаю, мы с ним найдём общий язык. Ну, собственно, мне так всё удобно. Я уже попадаю с него и на стенде, и на охоте. И если, я говорю, оно будет стрелять, не клинить, то через 4 года, когда придёт время, определять МР-155, ну, рохут на МР-155, скорее всего, я его продам. Я буду вынужден это сделать, потому что мне, ну, зачем мне в сейфе что-то, что я не использую? У меня ротация оружия такая большая. Такая вот, друзья, история. Но есть и один небольшой минус у МР-ки, у Бинелли. Это большая отдача по сравнению с МР-кой. На МР-ке отдача мягче. На МР-ке отдача мягче. Но это вообще всё равно. То есть, привыкаешь быстро, привыкаешь быстро. И самое главное, что, чтобы ружьё стреляло второй, третий, четвёртый и пятый раз, собственно. Вот такая вот, друзья, история покупки Бинелли Рафаэла Спешл. Вот. Маленечка история. Ну, на самом деле, очень мало информации про Бинелли Рафаэлла Спешл. То есть, пришлось маленько погуглить и найти очень скудную информацию. Но в итоге, вот, линейка 121-123. Бинелли Рафаэлла первых моделей. То есть, примерно ему сейчас 20 лет этому ружью. Но выглядит оно реально как новенькое. И купить новое я сейчас не куплю. Ну, потому что... Ну, не захочу на это тратить денег, собственно. Зачем мне это надо? Как вы знаете, моё отношение с гладкостволом. Главное, чтобы стреляло второй, третий, четвёртый раз. Пятый. Это ружьё стреляет. Плюс оно Бинелли. То есть, это уже бренд. То есть, я уже не самый последний пацан. Собственно. Да я угораю, ребят. Собственно. Неважно, с чем вы пришли на охоту. Главное, чтобы у вас было... Главное, чтобы у вас были трофеи. Вот. Если вы даже с ржавым каким-нибудь... С допотопным там, с курковкой какой-то. Но вы сфотались с гусём. Вы уже крутой охотник. А если вы с Бинелли на каком-нибудь квадроцикле там, дорогущем, в ситке там за 300 тысяч, и с шашлыком из магазина, то вы не такой крутой, как тот парень, который с ржавым ружьём, но с гусём, собственно. Так что, друзья, главное на охоте это не то, с чем вы охотитесь, а то, как вы охотитесь. И всё ли, самое главное, вас устраивает. В данном же случае, бой меня всё устраивает, и в руках брендовая вещь. Как ни крути, всё-таки мне приятно держать в руках ружьё Бинелли. И когда я походил с ним несколько охот, и взял в руки МР-ку, я понял, в чём разница. До этого для меня, ну, просто Бинелли бренд. Теперь я понял, в чём разница, друзья. Собственно, желаю каждому, чтобы ваши мечты сбывались. Моя маленькая, но всё-таки сбылась. Вот у меня в руках Бинелли Рафаэлла. И, как оказалось, ещё такая редкая вещь. На самом деле их не так много. Бинелли Спешл. То есть, можно сказать, практически эксклюзивная. Так что я, друзья, очень доволен. Ну, собственно, рассказал историю покупки, подгонки, доработки. Что делал, как делал, всё рассказал, друзья. Впереди новый весенний сезон охоты. Надеюсь, всё откроется, всё будет хорошо. Вам всем, друзья, желаю здоровья, удачи. И всегда добивайтесь поставленных целей. Увидимся через неделю, друзья. Пока.